У молодой императрицы всё русское вызывало неподдельный интерес. Её всё более привлекала православная вера. Раликс была отзывчива на людское горе и сердобольно, изобретательна и настойчива в устройстве разных благотворительных учреждений. По традиции, под её покровительством находились различные благотворительные организации. Александра Фёдоровна учредила работные дома для бедных, которые предполагалось распространить по всей стране. Под покровительством Александры Фёдоровны с самого начала оказались родильные приюты и дома трудолюбия, где получали приют и обучались разным профессиям сироты и падшие женщины. С течением времени Александра Фёдоровна стала учреждать заведения собственными усилиями и на собственные средства. В Царском селе появился инвалидный дом на 200 человек, предназначенный для солдат-инвалидов. Школа – нянь, а при ней – приют для сирот на 50 кроватей. Она принимала участие в делах. Вместе с дочерями она посещала туберкулёзных больных, подходила и разговаривала с теми, у кого была самая тяжёлая форма туберкулёза. Однако, как выяснилось к концу царствования, она не сумела приобрести любви своих подданных. Похвалы по её адресу раздавались редко, а обвиняли её во всём. В обвинениях было много пристрастного, одностороннего, неверного и даже нелепого. Императрица была очень религиозна, старалась быть настоящей православной, но слишком увлекалась поисками всякого рода знамений, пророчеств, чудес, отыскиванием юродивых, как носителей сверхъестественной силы. Так, в 1902 году некий француз, месье Филипп, считавшийся во Франции шарлатаном, но нашедший благодатную почву для своих предсказаний в России, объявил императрице, что она родит сына, если обратиться к покровительству святого Серафима Саровского. Православная церковь не знала такого святого, но выяснилось, что в Саровском монастыре был прежде монах-праведник, способный творить чудеса. Император потребовал от Святейшего Синода канонизировать Серафима. Серафим был канонизирован. Царская семья совершила поездку в Саров для поклонения мощам Серафима в надежде на чудо. И чудо как будто свершилось. У императорской четы после четырех дочерей, наконец, родился долгожданный наследник. Но он оказался полен смертельной болезнью, гемофилией. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ